Итоги весенней сессии и актуальные законы. Сергей Коткин проводит региональную неделю в Ненецком округе. Медицинские осмотры в День оленя. Жители общины Ямпто во время праздника посмотрят специалисты поликлиники Заполярного района. Десять новых рабочих мест. Люди с ограниченными возможностями здоровья получают поддержку в трудоустройстве. Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня с вами в студии Илья Сахаров. Годовый показатель рост труда по трудоустройству инвалидов в Ненецком округе выполнен на 89%. В соответствии с соглашением, заключенным между Федеральным ведомством и Администрацией НАО, численность работающих инвалидов трудоспособного возраста в регионе по итогам 2017 года должна составлять 332 человека. В настоящее время работой обеспечены 297 граждан этой категории или каждый третий житель региона с ограниченными возможностями здоровья. Из окружного бюджета работодателям частично возмещаются затраты на оборудование рабочих мест для инвалидов, а также на выплату заработной платы. Затраты на оснащение каждого рабочего места для инвалидов в окружных организациях компенсируются в полном объеме, но не более 103 тысяч рублей. В текущем году запланировано оснащение 10 рабочих мест для инвалидов. Еще одной действенной мерой содействия трудоустройству инвалидов является эквотирование рабочих мест. Профильным департаментом совместно с Центром занятости населения ведется реестр работодателей, обязанных предоставлять сведения в рамках закона о квоте для приема на работу инвалидов на территории НАО. В настоящее время в Центр занятости населения предоставлена информация о 167 квотируемых рабочих местах для лиц с ограниченными возможностями. В 2017 году запланировано 27 проверок приема на работу инвалидов в пределах установленной квоты. По данным регионального отделения Пенсионного фонда, численность инвалидов трудоспособного возраста в Ненецком округе составляет 956 человек. Учитывая количество трудоустроенных граждан, имеющих ограничения, связанные со здоровьем, в НАО работает каждый третий из них. Оленеводы семейной родовой общины Ямпто вместе со своими семьями пройдут медицинское обследование в период празднования Дня оленя. 1 и 2 августа их будут осматривать специалисты Центральной поликлиники Заполярного района. Организация вылета бригады врачей в район Амдерма занимается профильный окружной департамент. На сегодня бригада специалистов уже сформирована. В ее состав вошли врач общей практики, педиатр, специалист УЗИ диагностики, зубной врач, медицинская сестра, а также флюорографический отряд. Во время медосмотра у кочевников будут брать на анализ кровь, снимать электрокардиограмму, а также предложат сделать вакцину против сибирской язвы. В прошлом году медосмотры и диспансеризацию на День оленя прошли оленеводы общины Канин, в позапрошлом СПК Ерв. Как показывает медицинская практика, чаще всего жители тундры страдают заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Органы дыхания имеют проблемы со зрением. В последние годы стали выявлять нарушения обмена веществ и диабеты. Как сообщают медики передвижного отряда, часто во время обследования выявляются патологии, требующие лечения. Праздничный борт ко Дню оленя вместе с медиками доставят в тундру детское питание и лекарства для хронических больных, состоящих на учете узкопрофильных специалистов. Также оленеводам доставят походные аптечки для оказания экстренной медицинской помощи. Повысить качество региональных законопроектов, принять законы по указаниям президента, соблюдению прав коренных народов и рыболовству. Такие задачи считают приоритетными в работе Госдумы Сергей Коткин. Депутат от Ненецкого округа проводит очередную региональную неделю в НАО. Об итогах работы весенней сессии и законах, которые требуют скорейшего принятия, Сергей Коткин рассказал в программе «Актуальное интервью». Оптимизировать работу депутатов и повысить качество законов. В Государственной Думе принят ряд организационных изменений. По словам Сергея Коткина, они направлены на тесное взаимодействие с регионами. «Мы знаем о том, что 2-3% только территорий у нас и законодательные инициативы с мест проходят. Основная причина – это слабая подготовка юридическая этих документов к Государственной Думе. Я не говорю сейчас об Ненецком автономном округе, у нас все в этом плане достойно, нормально. Специалисты работают четко. Но тем не менее, такое управление создано, и оно будет сопровождать все инициативы, которые сегодня идут от территорий». Для разработки законов, касающихся арктической зоны, созданы экспертный совет по Арктике и международная группа по арктическим государствам в составе пяти человек. Работу в этом направлении ведет и Комитет по региональной политике по Северу и Дальнему Востоку, куда входит Сергей Коткин. Во втором полугодии депутаты планируют проанализировать все законодательство по этому макрорегиону. «К большому сожалению, сегодня заработные платы Санкт-Петербурга и Москвы, они такие же, как у нас практически на северах. И сегодня привлечь людей на север, чтобы чем-то заинтересовать их сюда приезд, не только романтикой, сейчас романтика уже отходит в сторону, нужны какие-то серьезные изменения. Поэтому мы приняли решение, мы проанализируем все законодательство по северам, посмотрим, что нужно изменить, что нужно сделать, какие нормы новые вести». Идет работа по закону о любительском рыболовстве. Его принятие ждут рыбаки всей страны. Сегодня этот закон принят в первом чтении и отправлен правительству. По словам Сергея Коткина, дальше его необходимо доработать ко второму чтению, но процесс затянулся. «Очень много вопросов на самом деле. Здесь у нас митинги о том, что разрешить ловить рыбу, дать нам возможность ловить рыбу на реке столько, сколько нам надо для собственных нужд. А на Дальнем Востоке там выступает, говоря, запретить лов рыбы, поскольку мы ее уничтожаем. Это варварство, это бесчеловечно. И как свести воедино вот это все? Поэтому мы и на Дальнем Востоке круглое старопроводим, в средней полосе здесь. В основном любительские рыболовства в средней полосе это отдых, для души отдохнуть. А у нас это жизнь. Мы этим живем здесь. И, к сожалению, это непонятно. Когда начинаешь говорить в Думе, не понимают». В целом с января приняты 427 федеральных законов. Из них порядка 300 получили консолидированное одобрение всех фракций. Параллельно продолжается работа по посланиям президента. Для реализации указаний необходимо принять 94 федеральных закона. Из них принято 53, еще 23 находятся в работе. Валентина Чибичек, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Холодные дома на авиаторов отремонтируют. Жители каркасных многоквартирных домов жалуются на сквозняки и холод каждую зиму. Проблемы будут решать до конца августа. Вопросы капитального ремонта. Фонд содействия реформированию ЖКХ провел встречу с жителями многоквартирных домов. У жильцов трехэтажных домов по улице авиаторов появилась надежда на то, что предстоящую зиму они встретят в теплых квартирах. Застройщик каркасных зданий приступил к утеплительным работам. На протяжении последних зим жители жаловались на сквозняки и низкие температуры, в квартирах и покрытые инеем стены. О своих проблемах жители еще раз рассказали представителям департамента строительства, фонда содействия реформированию ЖКХ, управляющей компанией и застройщику. Потому что сливают воду тысячу рублей. Почему? Моя прихоть нет. Замотали там эту штучку в 500 рублей. Почему я должна платить? Не только я. Вот а хоть кто? Жильцы дома номер 11А по улице Октябрьская на встрече с представителями окружного департамента строительства, фонда содействия реформированию ЖКХ, УНФ и подрядная организация рассказывают о своих проблемах. Они возникли во время проведения капитального ремонта в их доме. Больше всего собственников квартир возмущает необходимость оплачивать услуги по отключению коммуникаций. Жильцы убеждены, денег с них требовать не должны. Ведь все работы проводятся в рамках капитального ремонта. Еще одна проблема жильцов – маневренный фонд. На период проведения работы им должны были предоставить временное жилье. У нас на время ремонта никуда не веселяют. В нашей квартире ремонт так и не начался. У соседей закончили. То есть мне с детьми никуда не буду выехать. Они говорят, приходите из комнаты в комнату. Ольга Кислякова проживает в квартире вместе с мамой и тремя детьми. Признается, ранее уже обращалась в жилищный отдел с просьбой предоставить маневренное жилье, но до сих пор ответа не получила. Правда, руководитель фонда содействия реформированию ЖК Ханинецкого округа Анатолий Сафонов заверил, в ближайшее время Ольге будет предоставлено временное жилье. Вот, я еще раз говорю, трехкомнатный на Южной. Сегодня я разговаривал с Руденко. Он говорит, все. А кто должен жильцов проинформировать вот об этом? Ну что, есть квартира уже готова под переселение? Ну, сейчас проинформировать. В общем-то, писали мы на имя главы города. И вот он, решили вопрос с этим делом. Вот это одна квартира, все. В ближайшее время должно быть? Утепление фундаментов, смена бруса, который сгнил, утепление чердака, замена утеплителя и обшивка, наружная фасада, электрика. А как давно рабочие приступили? Дни 15 назад. А в какие сроки планируется? Ну, планируем раньше срока контракта выполнить. День на 20. Планируется, что после того, как подрядчик завершит свои работы на объекте, в доме проведут и текущий ремонт, выполнят покраску и побелку. Этот вопрос сейчас обсуждается с управляющей компанией. В целом, как отметил гендиректор фонда содействия реформированию ЖКХ, на капремонт дома потребуется порядка 18,5 миллионов рублей. По этому дому сумма составляет 17 миллионов 676 тысяч рублей. Это вот на те работы, которые сейчас проводятся. Плюсом, естественно, будут у нас еще затраты на газоснабжение по этому дому. Но то, что проект еще составлялся тоже за счет, там уже не жильцов, он составлялся за счет окружных денег. Но я считаю, общая сумма где-то порядка будет 18,5 миллионов рублей. Со всеми расходами я имею в виду. Подобные встречи с жильцами позволяют выявить спорные моменты, которые требуют скорейшего решения, а также урегулировать конфликты сторон. Все вопросы, которые были озвучены в ходе визита делегации профильных управлений ведомств, взяли себе на вооружение представители Общероссийского народного фронта. Здесь просто мы смотрим, как работает фонд капитального ремонта, какие у него будут работы. Но, во всяком случае, дальше мы уже, я думаю, что мы примем свои выводы и направим свои обращения. В свою очередь решением вопросов займется и профильное управление. В данном случае по поручению заместителя губернатора, по предложению народного фронта, чтобы послушать некоторые вопросы, решить которые можно, потому что не слышали вопросы по отселению, потом о том, что возник вопрос по оплате за отключение. Мы параллельно отработаем, потому что сейчас сказать сложно, кто должен платить, полезные такие дела. Всего в текущем году капитальный ремонт будет выполнен в семи жилых домах. Один из них расположен в деревне Макарова. В пяти домах, которые были отремонтированы в прошлом году, выгребные ямы заменят на септики. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Делегация представителей Департамента строительства, Фонда содействия реформированию ЖКХ и Общероссийского народного фронта посетила один из жилых домов, в котором в настоящее время проводятся работы по капитальному ремонту. В ходе встречи с жильцами дома были озвучены вопросы, которые вызывают особое беспокойство у квартиросъемщиков. Все подробности в нашем следующем сюжете. Ирина Кучерова живет в одном из трехэтажных домов, расположенных на улице авиаторов, уже более двух лет. Вспоминает, в первую зиму на морозы особо не жаловались. В квартире было относительно тепло. Во второй год начали промерзать стены со стороны двора. Сквозняки были у плинтуса и окон, промерзали полы, а стены покрывали синием. Чтобы окончательно не замерзнуть предстоящей зимой, Ирина с супругом решили утеплить квартиру собственными силами. Где трудно было, допустим, застелить это, упихать стекловату, там ничего нет, там пусто, голо. То есть, получается, вот эти декоративные панели, я не знаю, они не особой там толщины, за ними идет кусками эта стекловата и больше ничего. Вытащили эту стекловату в два слоя пеноплента, потом, значит, стекловату, утеплитель, пароизолятор. Все это зашиваться будет фанерой или там, ну, мы мебель старую разобрали, да, а потом сверху только гипсокартон. Я думаю, что все это надо было сделать вовремя, когда строились дома, и хорошо надо было контролировать. Тогда бы люди не попали бы в такую ситуацию. Ситуация действительно печальная, но, как оказалось, не безнадежная. В настоящее время рабочие производят обследование дома и по мере необходимости устраняют нарушения. Производится вскрытие фасада с наружной стороны для определения места попадания холодного воздуха в само помещение. При выявлении они сразу устраняются, и обратно восстанавливается весь фасад. То есть вот эти нарушения, они как, путем визуального осмотра? Или какие-то прикурные? В данном именно только пока визуальные. Как отметил представитель застройщика Олег Резниченко, недостаточное утепление стен в домах – не единственная причина того, что в новых квартирах мерзнут люди. Ресурсоснабжающая организация не обеспечивает достаточную температуру воды в системе отопления. Это зимой просто обращались в флотирующую организацию, были жалобы от жильцов. Мы приходили, замеряли теплоноситель. Во-первых, теплоноситель грязный. Такое ощущение, что это не вода, а муляка. То есть, соответственно, забивается батарей, батарей до половины холодной. Даже есть замеры, что внизу батарея 30 градусов, вверху батарея 40. То есть, это о чем говорить? Нету циркуляции. Соответственно, даже если теплоноситель будет 90, он не отдаст тут тепло. То есть, неправильно работают наши городские ПКТС. Так как, тем более, это эти дома, они последние, дальше не идут. То есть, не промываются. То есть, грязный теплоноситель. Это 45-50% всей причины, почему холодно. Все работы по обследованию фасада дома и устранению нарушений выполняются за счет средств застройщика, поскольку дома еще находятся на гарантийном обслуживании. Планируется, что к началу сентября работы будут завершены. До 19-го числа дом будет обследован. После получения результата обследования будет приниматься уже решение. То есть, либо претензии подрядчику, либо будут включаться в капитальный ремонт, либо еще какие-то мероприятия. То есть, все, что покажет результат обследования. Но параллельно с Версим, то есть, ведется работа о том, чтобы они часть утепляли. То есть, там, где уже понятно, что люди жалуются, то есть, есть дефекты какие-то, но они эти дефекты выполняют. Напомню, что утеплить трехэтажные дома на авиаторов управляющая компания обещала еще два года назад. Правда, тогда рабочие просто заполнили щели строений герметиком. После встречи с представителями профильного окружного департамента, фонда содействия реформированию ЖКХ и застройщика, у жильцов появилась новая надежда. Надежда на то, что эту зиму они встретят в теплых квартирах. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Жителей города ждет отключение газа и электричества. В связи с неотложными ремонтными работами по техническому обслуживанию газопровода высокого давления в городе будет прекращена подача энергоресурсов. Отключение электроснабжения планируется 28 июля с полуночи до 6 часов утра в следующих микрорайонах Старый аэропорт, авиаторов, новый поселок, Захребетный. Возможно ограничение электроснабжения потребителей следующих районов Сахалин, Совхоз, Лесозавод. Также 28 июля будет прекращена подача газа. С 9 до 13 часов в связи с выполнением технических работ на газопроводах будет отключена подача газа населению по улицам Ленина, Октябрьская, Пионерская, Лесная, Печорская, Южная, Евтысово, Пустозерское имени капитана Матросова, авиаторов. С часу ночи до 5 часов утра газ будет отключен по улицам Зеленая, Рабочая, 60 лет Октября, поселок Сахалин, Совхоз, улица Титова, Малый Качгард. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Посмотреть наши новости вы можете также и на сайте по адресу www.trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова